Задержана группа продвинутых воров, которые вскрывали автомобили на сигнализации с помощью специального сканирующего устройства. Кто лучше всех шагает маршем с песней, в Воронеже определили победителя областного конкурса слета пост номер один. Все по-взрослому. В Лисках открылись летние пассажирские перевозки на детской железной дороге. Лишь один из десяти воспитанников детских домов благополучно устраивает свою жизнь. Почему? Пока дышу, надеюсь, 5 мая водолазы отмечают профессиональный праздник. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале в студии Лилия Ан. Здравствуйте! К событиям в регионе мы вернемся после обзора основных новостей в России и мире. Все самое важное за 180 секунд. Международные новости. На побережье Балтийского моря Германии начались работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет Deutsche Welle. Напомним, что полный комплект разрешений на прокладку «Северного потока-2» уже выдали ФРГ и Финляндия. Вопросы согласования разрешений продолжаются с властями Швеции и Дании, по дну территориальных вод которых также пройдет газопровод. В свою очередь, премьер-министр Дании Ларс Лёке Расмуссен не исключил, что согласование строительства может быть осложнено политическими причинами. Еврокомиссия не поддержала проект. «Северный поток-2», который будет осуществлять доставку голубого топлива из России в Германию, проложат по дну Балтийского моря. Общая протяженность маршрута составит более 1 тысячи километров, а ежегодная мощность – 55 миллиардов кубических метров. Цена проекта – 9,5 миллиардов евро. Несмотря на огромные и глубокие перемены в человеческом обществе, имя Карла Маркса по-прежнему уважают во всем мире. И его теория по-прежнему излучает яркий свет истины, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзипинь. Выступая с речью на торжественном собрании, посвященном 200-летию со дня рождения немецкого философа, генеральный секретарь ЦК КП Китая назвал Карла Маркса учителем революции для трудящихся всего мира, первооткрывателем международного коммунизма и величайшим мыслителем в новой истории. Новости ближнего зарубежья. Без доступа на российский рынок производители шпрот из Латвии обречены на банкротство и увядание, так как страны Евросоюза не намерены поддерживать рыболовецкий сектор прибалтийских государств. Такую точку зрения в беседе с Russia Today высказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. На ухудшение финансовых показателей производителей шпрот повлияли российские санкции, которые ограничили поставки рыбной продукции из Латвии. Шансы прибалтийских предприятий вернуться на этот рынок минимальны. Много предприятий заработало на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области, на Каспийском море. В России выпускается огромное количество шпрот, перекрывая необходимый спрос, заключил эксперт. Российские новости. Замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина с 2019 года в стране может быть введен налог для самозанятых граждан, которые сейчас работают вне правового поля. Как передают РИА новости, если человек оказывает услуги физическим лицам, то предлагается облагать его профессиональные доходы ставкой в 3%, а если юридическим лицам, то в 6%. При этом Минфин планирует сделать процесс уплаты налога такими гражданами максимально простым. Для них разработают мобильные приложения, где можно будет ежемесячно уплачивать налог по установленной ставке. Правительство Российской Федерации утвердило перечень товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке. В частности, с марта 2019 года обязательной станет маркировка табачной продукции, а с июля – обуви. А с декабря следующего года производители должны будут маркировать духи, шины и покрышки, предметы одежды, различные виды белья, обуви, а также фотокамеры. Об этом сообщает московский комсомолец. В пояснительной записке к документу говорится, что цель такой инициативы – уменьшение оборота контрафактной продукции. Напомним, сейчас в России подлежат обязательные маркировки изделия из меха. Летом стартует эксперимент по маркировке драгоценных изделий, а с 2020 года маркировка должна стать обязательной для лекарственных средств. К происшествиям в регионе. Оставляя свой автомобиль на стоянке торгового центра, будьте бдительны, забирайте все ценные вещи из машины. В противном случае вы рискуете стать жертвой преступления. На днях воронежские полицейские задержали банду продвинутых воров, которые вскрывали автомобили на сигнализации с помощью специального сканирующего устройства. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы ГУМВД области. Эту операцию стражи порядка тщательно планировали. Мужчины подозревали из целой серии хищения имущества из салонов автомобилей. Машины вскрывались с использованием специальных устройств, сканирующих сигнализацию. Предметом преступного посягательства стали денежные средства, золотые изделия, сотовые телефоны и планшетные компьютеры. В период с марта по апрель текущего года на территории города Воронеж участили совершение краж из автомашины, стоявших недалеко от торговых центров, рынков и иных местах скопления людей. Подозреваемыми оказались четверо воронежца в возрасте от 20 до 39 лет, ранее судимые за совершение имущественных преступлений. Полицейские установили, что злоумышленники передвигались на автомобиле Агрант Чироки и Лада Гранта. Разыскиваемые были задержаны в момент совершения очередного преступления в Советском районе. В ходе проведенных обысковых мероприятий у данных лиц была изъята часть похищенного имущества, сканирующие устройства, которые они использовали для совершения преступления. Также была установлена причастность задержанных к иным эпизодам преступной деятельности, как на территории города Воронежа, так и на территории Белгородской области. Также установлено, что подозреваемые в марте совершили квартирную кражу на улице обороны революции. Злоумышленники путем отжима пластикового окна похитили ювелирные изделия и денежные средства. По всем фактам, краж возбуждены уголовные дела. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО. В продолжении темы. По итогам первого квартала Воронежская область стала самым криминальным регионом Черноземья. В рейтинге регионов страны по числу зарегистрированных преступлений наш регион занимает 22 место. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики Генеральной прокуратуры. За первый квартал в области совершено 7148 преступлений различной направленности. Для сравнения, в Белгородской области зарегистрировано немногим более 3000 преступлений. Это в два раза меньше, чем в Воронежской. 4 мая на мемориальном комплексе Чижовский плацдарм прошел финал областного конкурса слета отрядов пост номер один. В соревнованиях приняли участие военно-патриотические клубы области из различных районов. Победу в конкурсе одержали ребята из клуба моряков «Экипаж Павловского района». Второе место заняла команда «Следопыт» из Воронежа. На третьем клуб «Витязь» из Грибановского района. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. Областной конкурс «След» отрядов пост номер один проходит ежегодно, уже в течение шести лет. Лучшие ребята из области были отобраны на финал этой весной. Участники соревнований продемонстрировали торжественный марш, марш с строевым шагом с исполнением песни, смену часовых на посту, возложение венков, несение вахты памяти, а также конкурс на лучшее знание военной истории. Оценивали строевую подготовку члена Ассоциации ветеранов Кремлевского полка. Также судьями были руководители военно-патриотического клуба. Важность их в том, что прививается любовь к строевой подготовке, любовь к воинскому делу, потому что у молодежи складывается двоякое мнение о необходимости служить в армии, не служить в армии. Вот те, кто проходит такую школу, у тех такой вопрос не ставится. В конкурсе приняли участие более ста человек, всего десять команд. У каждого клуба свой возрастной порог. Ребята разных возрастов, начиная от девяти лет, проходят строевую подготовку, учатся туристическим походом, занимаются страйкболом. Среди них есть патриоты нашей страны. Пример им подавало старшее поколение. С раннего возраста в соревнованиях принимают участие не только парни, но и девушки, которых заинтересовала военная тематика. Представительницы прекрасного пола умеют собирать и разбирать автоматы. Занимаются строевой подготовкой, изучают медицину. В таких соревнованиях я участвую уже не первый год. Я участвую в них с пятого класса. Каждый год это проходит интересно. Я считаю, что это очень важно для военно-патриотического воспитания. Военно-патриотический клуб «Экипаж Напористый» из Павловского района занял первое место в соревновании. С течением времени интересы меняются. Капитан не планирует продвигаться по военной службе в дальнейшем. Собирается изучить язык программирования. Я считаю, что это немного не мое. То есть связать с этим полностью всю жизнь я не готов. Сергей Ковалев уверен, что подобные навыки пригодятся в жизни не только в военном строю. Не обязательно, что все окажутся в военном строю. Но те, которые знания, навыки, они здесь получают, пригодятся в любой сфере жизни. Собранность, дисциплинированность, умение работать в команде, подчиняться. Это самые лучшие человеческие качества, которые воспитываются вот в ходе наших конкурсов. Сегодня в России насчитывается 25 действующих детских железных дорог. Одна из них, Юго-Восточная детская железная дорога, работает в городе Лиске Воронежской области. На открытии летних пассажирских перевозок на Малой магистрали побывали наши корреспонденты. В городе Лиске есть еще одна станция – Задоренко. Принадлежит она Юго-Восточной детской железной дороге. В начале мая здесь по традиции торжественно открыли летний сезон работы уже 29-й по счету. Воспитанники Малой магистрали к этому событию подготовили праздничный концерт. Ежегодно с октября по май воспитанники Юго-Восточной детской железной дороги под руководством инструкторов изучают основы железнодорожных специальностей, правила эксплуатации железных дорог и подвижного состава, технику безопасности. А летом, после сдачи экзаменов по теории, они проходят практику по нескольким специальностям. Ребята могут попробовать свои силы в качестве дежурного по железнодорожной станции, дежурного по отправлению, диктора, машиниста тепловоза, помощника машиниста, проводника вагонов и монтера пути. Дети в таком, скажем так, юном возрасте начинают уже понимать, что такое железная дорога. Здесь же все по-настоящему. Здесь они и в роли машиниста занимаются, выступают. В роли составителя поездов занимаются в кружках, моделируют на настоящих тренажерах. То есть это замечательное подспорье, скажем так, для выбора профессии в будущем. Детскую дорогу в Лисках создали путем народной стройки. Движение по кольцевому маршруту началось в августе 1989 года. В кризисные для страны 90-е годы прошлого века, в отличие от других малых дорог, детская железная дорога в Лисках не закрывалась, а продолжала работать, правда, как парковый аттракцион. Но в 2005 году железнодорожники Юго-Восточной магистрали устроили здесь два класса обучения, и она начала функционировать как детская железная дорога. Сейчас на ней может обучаться до 400 ребят. Всего в компании РЖД функционирует 25 детских железных дорог. Они перевозят более 300 тысяч пассажиров за сезон. Обучение на них проходит свыше 17 тысяч ребят. Впоследствии больше половины из них идут в профильные колледжи и техникумы, а после обучения — на предприятии железнодорожного транспорта. В Лисках удостоверение юного железнодорожника в этом году получили 85 ребят, которые прошли первый год обучения на детской дороге. А с 1 июня они приступят к летней практике. Всего же в этом году пройдут производственную практику на детской железной дороге около 300 учащихся. А движение прогулочных поездов на детской железной дороге в Лисках, открывшись в мае, продлится до сентября. Вячеслав Запорожец, Артем Мацин, 41 канал. Генеральная прокуратура поделилась удручающей статистикой. Из 10 воспитанников детских домов благополучно устраивает свою жизнь только один. Судьба остальных шокирует. 40% оказываются втянутыми в преступную деятельность. Еще 40% становятся алкоголиками и наркоманами. А каждый десятый воспитанник детского дома окончает жизнь самоубийством. Как переломить эту страшную тенденцию? В проблеме разбирались корреспонденты 41 телеканала. В Воронеже первый приют был открыт в 1848 году. Ему дали имя в честь жены Николая I, императрицы Александра Федоровны. Она являлась покровительницей детей-сирот. Александрийский приют брал на попечение детей дворян, оставшихся без родителей. Выросших девушек-сирот здесь обучали быть прилежными кухарками, прачками и белошвейками. Приют просуществовал до Октябрьской революции 1917 года. С 1936 года здесь открыли ясли сад. В начале 20 века в Воронеже появляется училище для слепых. Оно просуществовало до эвакуации. Сейчас в здании находится краеведческий музей. После Великой Отечественной войны, по официальным данным, в стране было более 600 тысяч детей-сирот. Парадоксально, но в годы Великой Отечественной войны официально беспризорных детей не было. На освобожденных территориях были организованы суворовские, нахимовские специальные ремесленные училища. Но вернемся к нашим дням и к социальному приюту города Воронежа на улице Туполева. Сегодня в нем находится до 50 детей. Учреждение проводит профилактику безнадзорности и беспризорности. Дети тут живут временно. Большинство сильно хотят вернуться домой и очень переживают из-за разлуки с родными. У нас дети все находятся разное время. То есть, вообще минимально три месяца. То есть, дается срок на исправление, я еще раз говорила, родителям. То есть, тем мы уникально отличаемся от интерната. Что в интернате эти детки у нас уже со статусом, которые уже родители лишены родительских прав, у нас нет. То есть, у нас дается время как бы на исправление жизненно трудной, либо социально опасной ситуации. Безусловно, маленькие детские души чисты. Только что родившиеся дети – это ангелы. А вот каким станет детское сердце, потом уже зависит от родителей в первую очередь. А потом уже от воспитателей и учителей. В семье ребенок учится взаимодействовать с окружающими, впитывать социальные нормы и правила. И не всегда взрослые могут научить ребенка доброте. Еще один фактор – это беднота. В наше время не всем по карману воспитать ребенка. Денег не хватает. Основная проблема у нас в городе Воронеже – маленькие пособия платят, нечем детей кормить, обуть одеть, в школу собрать. То есть, собственно, по опеке, либо по заявлению они к нам приходят, детки. Военно-патриотическое воспитание должно быть в каждой семье. Воспитанники приюта получают эти знания сегодня от очевидца боевых действий. То, что творится в соседнем с нами государстве, нам было небезразлично. То есть, тогдашнему Советскому Союзу, его руководству. Олег рассказывает о том, как солдаты выживали в нечеловеческих условиях, в суровых условиях Афганистана. Помимо основной была еще одна – своя война. Уже с климатом. Днем жара под 50 градусов, а ночью могли быть и заморозки. Вот всю ночь отжимаешься, вот я на камнях упал, отжимаешься, чтобы согреться. И бойцы вот так в кучу к тебе сбиваются, стягиваются. Вот вокруг тебя как-то начинают. Ну, им сначала, во-первых, страшно. Они там подползают, тебя спрашивают, товарищ старший, там, сколько времени? Одни часы на 20 человек, например. У вас сейчас часики есть, да? Сотрудники таможни постоянно ведут со своими подопечными патриотическую работу. Детям радостен сам факт выезда за территорию спецучреждения. Безусловно, это так. Но мы для себя отметили, что каждый раз неподдельный интерес вызывает именно эта экскурсия. Во-первых, это такая живая, близкая к нам история. Во-вторых, большое количество людей, которые с нами работают, они очевидцы этих событий. Сегодня дети увидели снаряжение бойцов. Любая война оставляет след в душах людей. Самое ценное – это человеческая жизнь. А на войне можно быстро погибнуть. Саша соглашается, что люди пережили страшные времена. И рассказывает о том, как проходят его будни в приюте. Мы играем, там, на улицу выходим. А учу оба? Или учуешь? И даже сейчас, оказавшись здесь, ребенок винит себя. А как вот ты попал? Я из-за школы. Плохо учился? Да. То есть ты считаешь, что, ну, как бы, твоя, да, так скажем, вина? Сейчас мальчик начал учиться немного лучше. Его заинтересовала математика и русский язык. Он мечтает стать футболистом. Елена приехала в наш город из Смоленска. У меня проблемы в семье. И меня забрали сюда. Ну, мои родственники. А, ты с родственниками живешь сейчас? С сестрой, да. Ну, а где тебе лучше? Ты домой хотела бы вернуться? Да. Но как это не прискорбно, дети попадают в этот приют чаще всего из-за своих же родителей. Их мама и папа пристрастились к алкоголю, а может быть и хуже. Кого-то посадили, а кто-то умер. Есть и такие, которые отказываются от своих детей. Для ребенка осознавать, что на свете он не нужен, даже маме и папе, это троедия. Такие детки, как правило, с самого рождения лишены всего. Ласки, любви, понимания. Если им удастся пережить это горе, они смогут создать в будущем хорошие, достойные семьи. И будут жить, как нормальные люди. Если нет, то пойдут по стопам родителей. Если ребенок в самом начале своего жизненного пути потеряет смысл жизни, то же из него тогда сможет вырасти. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. 5 мая свой профессиональный праздник отмечают водолазы. В 1882 году Александр Третий своим указом создал первую в России водолазную школу. Немногие знают, что Воронежская школа водолазов является одной из лучших в России. Учебное заведение носит имя Героя Советского Союза Михаила Авраменко. Школа занимается обучением водолазному делу. Раньше подготовкой молодежи к службе на флоте. О том, чем живет Воронежская школа водолазов сегодня, какие проблемы существуют, ее специалисты рассказали нашей съемочной группе. Сегодня в Воронежской водолазной школе ДСАА в занятии уже закончились. Они возобновятся в сентябре. Но преподаватели на месте, и они с удовольствием провели для нас экскурсию. Здесь готовят профессиональных водолазов для МЧС и силовых структур. Процесс обучения в зависимости от специализации длится от месяца до двух с половиной. Обучение платное, поэтому функционирование школы водолазов напрямую зависит от количества учащихся. Обучать в летнее время невыгодно. Водолазы заняты работой на воде. Это класс устройства судов и так и лажного дела. Здесь учащиеся проходят обучение по изучению устройства судов и правильно вязать узлы. Трубка и комплект концов для вязания узлов. А начиналось всё 79 лет назад с кружка военно-морских знаний. В 1946 году он стал военно-морским клубом, затем школой, которой присвоили имя Героя Советского Союза Михаила Авраменко. Радость одна, что мы до сих пор существуем. Мы считаемся одной из лучших школ России. К нам едут не только представители России, но и зарубежные представители. Это республика Казахстан, с Украины, хотя сложные сейчас у нас отношения. На карте преподаватели отметили географию своих учеников. Дальний Восток, Сибирь, Казахстан, страны Прибалтики. Кстати, ученики и водолазы ДСААФ принимали участие в подъёме танка «Стюарт» из реки Дон в Острогожском районе, посёлок Урыв-Покровка. А в поседневной жизни приходится спасать судно, сильно отдохнувших на воде. У нас обязательная проверка, будем говорить так, боязни замкнутого пространства. Это так называемая проверка барафункции в специальном устройстве, называемом барокамер. То есть это замкнутое пространство. Мы закрываем, начинаем создавать давление воздухом, имитируя спуск на глубину только на воздухе. На глубину 10-12 метров. Если человек, естественно, не паникует, то он этот барокамеру проходит. Мы не зря перешли в музей. Здесь богатая история развития водолазного дела в России и в мире. «Этот шлем американский, Марк V, поставлен во время Великой Отечественной войны в Советский Союз». Музей неофициальный, экспонатов столько, про каждого свою историю рассказать можно. Здесь и сувениры из разных городов мира, и песок со дна всех океанов. А это водолазы – местная шутка о том, сколько раньше зарабатывали ныряльщики за сокровищами, и сколько водолаз получает сейчас. Отдельная тема – уникальные шлемы. Они принимали участие в съёмках фильма для федерального телеканала. Что интересно, прототип шлема Ефима Никонова – действующий экземпляр. До этого мы насосом подавали воздух, а потом модернизировали, и уже воздух вот сюда подаём. Воронежская водолазная школа ДСААФ активно сотрудничает с норвежской, обмениваются опытом и фотографиями. Они здесь занимают почётное место. На пороге 80-летия водолазы свой профессиональный праздник встретят на работе. Ну а мы им пожелаем лёгкой службы и новых находок. Светлана и Михаил Грищенко, 41 канал. А сейчас о погоде в Воронеже и области. 5 мая, по прогнозам синоптиков, на всей территории Воронежской области будет по-летнему жарко и солнечно. Ясная погода установилась во всех районах. В Бабучарии, Россоши воздух прогреется до 29 градусов. В Лисках, Острогожске и Павловске ожидается плюс 28. В Боброве, Бутурлиновке, Нижнедевицке, Рамоне, Семилуках и Хохле – 27 градусов тепла. Чуть прохладнее – 25 выше ноля будет в Борисоглевске. В Воронеже 5 мая, как и на всей территории региона, будет ясно. Температура воздуха – 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. В этот день в геомагнитном поле Воронежа будут наблюдаться лишь небольшие возмущения. 5 мая в церковном календаре – День памяти апостола от 70 Луки. С подвижника апостола Павла, почитаемый как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов, евангелист Лука, на Луку в большинстве регионов Руси было принято высаживать лук. Из дохристианских времен на Руси в этот день отмечали особый праздник – лельник. Девушки в сарафанах водили хороводы, вокруг расцветающих яблонь и пели песни. Добивались благосклонности славянской богини Лели, которая в ответ делала их красоту неувидающей и дарила счастье скорого благополучного материнства. По приметам, если на Луку зацветала рябина, то тепло будет стойким. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе.РФ» в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!